Большое спасибо, Андрей Петрович. Учитывая, что нужно время экономить, я тогда, если позволите, в таком режиме брифинга прокомментирую. Я очень внимательно послушал все выступления. На самом деле, огромное спасибо. Очень интересные были доклады. Очень много для себя тоже узнал интересных моментов из практики регионов, на которые мы, безусловно, обратим внимание. И если по ходу выступления двигаться, то, конечно, мы сегодня находимся на конференции, организованной Национальным медицинским исследовательским центром Петрова. И, соответственно, участвуют еще два наших национальных центра. Это Институт рентген-радиологии и, соответственно, Институт Блохина. Роль, вот здесь уже звучало, национальных медицинских исследовательских центров, это вместе с главными внештатными специалистами основные методологи реализации этой программы, которую мы разрабатывали. Вы знаете, что мы разрабатывали ее не за закрытыми дверями. Безусловно, институты и главные внештатные специалисты участвовали в разработке этой программы. Те мероприятия, которые сейчас нашли отражение в этой программе, были предложены и согласованы профессиональным сообществом. Поэтому, соответственно, там нет никаких вещей, которые бы мы не обсуждали предварительно перед тем, как их утвердить. Значит, что касается, вот много было вопросов посвящено деятельности центров амбулаторно-онкологической помощи. Мы проговаривали это на начальном этапе, когда мы формировали. Какая цель сегодня в докладе, соответственно, Юрий Игоревич, он подробно рассказал, в чем будет заключаться цель. Наша задача в том, чтобы в каждом регионе был создан... Я сейчас не буду озвучивать количество, потому что первоначально, скажу честно, регионы запланировали достаточно амбициозные показатели. Более 500 центров открыть в нашей стране к 2024 году. Но при этом мы понимаем, что этого и этого недостаточно. Потому что, если говорить о тех нормативах, которые мы с вами как рекомендательную норму прописали, это один амбулаторный центр на 100 тысяч населения, то исходя из нашей численности, нам таких центров нужно более тысячи. Но, как говорится, дай Бог нам реализовать эти планы, которые мы наметили. Потом мы говорили о том, что центры амбулаторно-онкологические... Самая основная задача была то, что они создаются на базе медицинских организаций, обладающих определенным перечнем соответствующих диагностических возможностей. специалистов, которые могут, так сказать, пользоваться этим оборудованием и выполнять качественные исследования и так далее. Сейчас, когда мы уже приступили к этапу реализации, мы понимаем, что не все регионы, к сожалению, до конца понимают, что же такое центры амбулаторно-онкологической помощи. И здесь мы надеемся с помощью наших национальных центров, главных нештатных специалистов, вас, участников конференции, которые сегодня прослушают и в последующие дни, и, я думаю, будут четко понимать, что же такое центры амбулаторно-онкологической помощи, мы донесем информацию, для чего мы это делаем и что это такое, на базе какой организации она создается. И мы не говорим о том, что это некая новая структура. Нет, мы будем пользоваться возможностями той инфраструктуры, которую эти медицинские организации располагают. Если нет возможности удовлетворять всем тем требованиям, которые мы с вами нормативно закрепили, как требования к САОПам, они прописаны, их можно открыть в приказе, прочитать, что там должно быть, кто там должен работать. Если нет возможности, не надо там пытаться организовать Центр амбулаторно-онкологической помощи. Делайте хотя бы это вначале там, где это есть возможность организовать. Пусть вы не выполните тот показатель, который вы себе установили. В этом году мы 137 должны этих центров открыть, но вы хотя бы попытайтесь это сделать. Потом, мы говорим, сейчас здесь звучали разговоры о том, что у нас Центр можно открыть, но нет там томографии, еще каких-то вещей. И уже сейчас мы получаем такие обращения от регионов по поводу помочь в приобретении этого оборудования для Центров амбулаторно-онкологической помощи. Позиция, значит, и Министерства, и правительства, она совершенно четкая. Мы, когда соглашение с регионами подписывали, мы это оговаривали, что вот это сфера их ответственности. В принципе, организация специализированной медицинской помощи является сферой ответственности регионов. Но в рамках этого проекта правительство Российской Федерации взяло на себя ответственность за обновление, модернизацию материально-технической базы онкологических диспансеров. И на это мы выделяем средства в общей сложности по проекту 120 миллиардов рублей. Просто вдумайтесь, представьте себе эту цифру. И только в этом году 25 миллиардов рублей. Мы посчитали, средняя стоимость одного ЦАОПа, если его делать с нуля, вот в чистом поле, когда будет только одно помещение, обходится где-то 150-200 миллионов. Так вот на эти средства, 25 миллиардов, которые в этом году выделяются, если регионы не будут замещать расходы, то мы, так сказать, спротезировали обязательства их по оснащению онкологических диспансеров, они эти средства перекидывают на другие мероприятия, там, где у них не хватает. Если они будут не замещать, а оставят это в онкологической службе, у них вполне хватит для того, чтобы оснастить эти ЦАОПы недостающими оборудованием, которое нужно. Значит, это что касается ЦАОПов. Теперь вот здесь звучало очень много то, что нет единой базы, базы пациентов, онкологического регистра и так далее. Но сегодня уже об этом сказали, про вертикально интегрированную систему. И действительно, большое спасибо всем трем научным исследовательским центрам. Они активно включились в эту работу по созданию этого вертикально интегрированной системы. А по сути дела, Андрей Дмитриевич, вы присутствовали. Это же и будет регистр. Ну, по сути. Потому что он будет содержать все те разделы, которые на сегодняшний день ведется вашим институтом. Если он что-то не содержит, мы готовы, так сказать, добавить и включить туда дополнительные подразделы, которые есть. Безусловно, он должен быть интегрирован с той базой данных, которую сегодня ведет Фонд обязательного медицинского страхования в системе выставления реестра счетов. Но единственное, чем плохая эта система, она позволяет проводить некий анализ по доступности онкологической помощи, своевременности ее оказания. Но за исключением одного минуса – постфактум. То есть через месяц после оказания помощи. Нас это, конечно, не устраивает. Потому что нам нужно не только, так сказать, планировать эту помощь, но и выстраивать правильную траекторию для каждого пациента, чтобы он после того, как ему был верифицирован диагноз на базе Центра амбулаторной онкологической помощи, шел именно в ту организацию, где ему помогут, где у него будет возможность получить качественную квалифицированную помощь. Конечно, вопросы качества, они заслуживают внимания. И сегодня, опять-таки, Юрий Игоревич упоминал те нормативные документы, и в других докладах они звучали, которые регулируют вопросы оказания этой помощи и качества. 203-й приказ создавался задолго, скажем так, до того, как мы пришли к пониманию того, что мы сейчас ждем от онкологов, каких компетенций, знаний и каких возможностей. Задолго до принятия программы и, соответственно, утверждения национальных проектов. Возможно, он не содержит тех разделов, которые должны содержать, и, естественно, это не догма, он подлежит обновлению, изменению, включению туда дополнительных требований. Но мы должны понимать, прежде чем включить требования в 203-й приказ, а он содержит только критерии качества оказания медицинской помощи, мы должны сначала прописать нормативную базу, которая бы обеспечивала выполнение этих критериев, которые мы туда будем добавлять. Я имею в виду, что это в первую очередь клинические рекомендации, протоколы лечения, это порядки оказания медицинской помощи. Вот когда мы с вами гармонизируем все эти системы, всю эту методологическую базу, вот тогда мы можем выставлять критерии и предъявлять претензии по невыполнению этих критериев. То есть здесь нужно, чтобы у нас вагонетка не поехала вперед локомотива. Потому что в основе всего, уже правильно здесь было сказано в выступлении, лежат клинические рекомендации. И врачи должны работать не по стандартам оказания медицинской помощи, и не по порядкам, а по клиническим рекомендациям. И уже из клинических рекомендаций должны вытекать порядки оказания медицинской помощи, которые будут формировать условия, где эта помощь будет оказываться, и стандарты для тех людей, которые занимаются расчетом стоимости, собственно, оказанной помощи для того, чтобы планировать расходы здравоохранения. У врача-практикующего об этом голова не должна болеть. У него будут клинические рекомендации. А у проверяющих, соответственно, критерии оценки качества. Значит, что касается… Вот здесь было очень много вопросов по поводу пассивности населения. Как раз вот Александр Федорович говорил, что нужно делать. Значит, здесь уже прозвучали много предложений было, каким образом активировать, активизировать население к прохождению вот этих. У нас… Дело в том, что мы эти изменения внесли, вы знаете, меньше месяца назад, может, месяц назад по внедрению вот этих дополнительных скринингов, дополнительных методов обследования, в том числе на выявление онкологических заболеваний. И сейчас определенная работа уже проводится. Регионы определяют те медицинские организации, где они могут пройти. Регионы внедряют бережливые технологии в работу этих организаций для того, чтобы оптимизировать процесс, чтобы пациент проходил хотя бы первый этап диспансеризации и профилактических осмотров за один день, а не растягивалось это на месяцы и несколько походов к врачам. Сейчас прорабатывается, вы знаете, по инициативе, мы поддержали, Минтруд поддержал, значит, от работодателей один день будет оплачиваться на прохождение этой диспансеризации работающему населению. Кроме того, в рамках нашего национального проекта, ну, достаточные средства заложены, и целый раздел просвещен информационно-коммуникационной кампании. Миллиард двести выделяется на это, соответственно, это на создание определенных роликов и, если хотите, введение пропаганды среди населения о полезности и необходимости своевременно проходить. И другие дополнительные мероприятия в рамках других проектов. Той же проект «Демография», который содержит в себе мероприятия, направленные предоставлению регионам субсидий на покупку социального такси, организацию работы социального такси, для того, чтобы жители из дальних регионов, дальних населенных пунктов, сельских территорий, была возможность выехать и бесплатно доехать до медицинской организации, где ему будет проведено обследование. У нас есть деньги в системе УМС для проведения этих обследований. У нас нет денег у населения купить билеты, доехать до этой медорганизации, чтобы эти обследования пройти. Вот в чем проблема. И поэтому мы ее будем решать. Конечно, мы не проснемся завтра где-то в совершенно другом мире, там с новыми возможностями и технологиями, но хотя бы постепенно. Если мы вместе будем двигаться, я думаю, что мы эти задачи и цели все решим. И вот здесь вот Рустам Шамевич выступал по организации уже такой большой работы. У нас вообще Татарстан считается флагманом во многих направлениях по медицине. Но я могу сказать, что вот показатели, которые вы себе взяли, достаточно скромные. Они полностью соответствуют среднероссийскими. Если вы говорите, что вы к 2024 году сделаете 63% выявления на первой-второй стадии, ну, мне кажется, вот вам нужно взять на себя более повышенные обязательства, а не 63%, как и вся страна в целом. Поэтому здесь у вас есть очень большие, как говорится, возможности и заделы для работы. Теперь по онкореабилитации. Были предложения о включении дополнительных видов, вот здесь коллега из АО «Медицина» выступал, значит, в перечень ВМП, ВМС. Ну, вы дайте конкретно, что это за методы. Согласуйтесь с нашими специалистами, уважаемые. Если это надо, мы внесем. Проблем в этом нет. Как вот в этом году появились два новых метода высокотехнологичной нейрореабилитации. Соответственно, если нужно какие-то действительно высокотехнологичные методы в онкореабилитации, но я не вижу здесь особых проблем, нужно только грамотно все обосновать и предложение представить, мы будем говорить. Значит, ну, про вертикально интегрированное я уже не буду повторяться. Это действительно, если мы это сделаем, у нас уже с августа месяца начнется пилотирование в четырех регионах этой программы. Соответственно, там есть небольшие шероховатости, но я думаю, что мы с вами их устраним. И, ну, как говорится, лиха беда начала. Нужно начинать двигаться. Начнем работать, четыре региона отпилотируем. Если все нормально, с 1 января запустим уже повсеместно эту систему. Но самое главное – смотивировать врачей на местах для того, чтобы сведения, которые будут в эту систему включаться, они были достоверными и, скажем так, ну, аккуратными, потому что иногда это все искажает в конечном итоге суть. Ну, и интеграция с другими системами, МЭС-системой. И вот те, которые здесь уже сами регионы внедряют, там вот листы, Томская область, да, соответственно, я считаю, что это все нужно интегрировать, и это должно быть все едино. Тогда у нас будет единство пространства и понимание всех процессов. Вот. Лекарственная терапия – очень важная тема. Значит, мы сейчас внимательно вместе с вами над этой темой будем работать. Здесь основное, один из основных, если мы уберем вещи, связанные с производством, лекарственных препаратов и прочее, системой закупок, которая у нас меняется, вы знаете, новые изменения в 44-й закон выйдут буквально с 1 июля, которые расширяют и упрощают в какой-то степени возможность приобретения этих лекарств. Тем не менее, вот, и общаясь с регионами, мы понимаем, что одна из проблем, это я сейчас еще немножко скажу про кадры, но кадровая проблема связана не с их отсутствием, а связана с их знаниями и компетенциями в возможности применения вот этих схем лекарственной терапии, которые мы разработали. У нас получилось так, что наши научно-исследовательские центры и главные университетные специалисты несколько оторваны от тех специалистов, которые вот работают в первичных онкологических кабинетах, в онкологических диспансерах и так далее. Вот этот вот разрыв, его надо ликвидировать. Ликвидировать его можно только прямым общением между национальными центрами и теми регионами, которые они курируют. Соответственно, информацию, которую необходимо получить от фонда, я услышал, значит, мы ее запросим у фонда и вам представим, для того, чтобы вы могли провести хотя бы постфактумный, но анализ тех методов лечения, тех скринингов, которые применяются на сегодняшний день в курируемых вами регионах. Значит, кадры. Кадры действительно, проблема существует и очень большая, недаром ее президент назвал как вторую основную проблему в здравоохранении вчера на прямой линии, кто смотрел. Но я могу сказать, что мы ежегодно выпускаем где-то около 600 онкологов, и при этом ресурсы для того, чтобы подготовить этих специалистов, у нас имеются. Единственное, что здесь должна быть грамотная кадровая политика в отношении, вернее, со стороны региона при формировании запроса на этих специалистов, ну и, соответственно, агитация. Уже как бы, извините, со школьной скамьи нужно готовить человека к той мысли, что он будет доктором и, соответственно, каким доктором. Вот. И вот эта работа, она тоже должна проводиться. Это понятно. Соответственно, важная роль также в качестве, здесь уже этот вопрос поднимался, создание референсных центров, потому что именно референсные центры позволят нам обеспечить двойной контроль тех методов диагностики и лечения, которые мы с вами применяем. Да, у нас есть проблемы и в патоморфологии, и в иммуногистах химии, и даже в лучевых методах диагностики, если посмотреть анализ, интерпретация этих данных. Они существуют. Так вот, создание референсных центров на базе региональных организаций областных и их, как говорится, взаимодействия с национальными медицинскими исследовательскими центрами, на базе которых будут создаваться референсные центры по этим направлениям, уже в этом году будет создано 9 референсных центров на базе НИЦов. Я думаю, что позволят значительно увеличить и улучшить качество диагностики на региональном этапе оказания этой помощи. Ну вот это вот, пожалуй, основные вопросы, которые мне хотелось бы прокомментировать, но в целом еще раз хотел бы поблагодарить всех выступающих, на самом деле, за очень интересные и содержательные доклады. Большое спасибо. Продолжение следует...